доброго всем здоровья мама первое слово которое произносит человек оно греческого происхождения и переводится как молочная железа туда и наука мамология состояние молочной железы во многом и определяет индекс здоровья женщины сегодня мы поговорим об этом сегодня выпуске о наиболее распространенных заболеваниях молочной железы о методах диагностики в мамологии о современном лечении о правильном уходе за грудью и профилактики заболеваний согласно статистике с болезнями груди сталкивается каждая третья современная женщина в россии от заболеваний неопухолевой природы страдает 50 процентов женщины репродуктивного возраста и 20 процентов в возрасте менопаузы неуклонно растет и заболеваемость раком молочной железы в нашей стране чистота выявляемости этого недуга составляет 46 случаев на 100 тысяч женщин впрочем не только прекрасный пол страдает патологии молочной железы по данным всемирной организации здравоохранения на 135 случаев болезни молочной железы 2 приходится на мужчин а важности обсуждаемых сегодня проблем мы поговорим с заместителем главного врача крымского республиканского клинического онкологического диспансера имени владимира ефетова елена георгина и чирва здравствуйте елена георгина здравствуйте что же за наука мамология вы знаете мамология это немного нелепая наука потому что на самом-то деле нет такой специальности врача-мамолог да есть врач-гинеколог врач-онколог врач-хирург в зависимости от того какая возникает проблема а если мы говорим просто общем то мамология это наука о состоянии молочных желез и эти состояния могут быть совершенно различными но наши телезрители зная что встреча будет у нас с вами задавали вопросы более конкретные мастопатия мастопатия правильнее сказать дисгормональной гиперплазии молочных желез потому что это состояние напрямую связаны с общим состоянием женского организма это ее гормональный фонд в состоянии репродуктивной сферы от возраста зависит от состояния авитаминозов то есть от состояния обмена веществ как правило она развивается подавляющее большинство женщин и проявляется прежде всего какими-то болевыми ощущениями в области молочных желез которые могут быть либо связаны с менструальным циклом либо нет возникать постоянные беспокоят женщину может проявляться просто уплотнение молочных желез таким знаете вот диффузом уплотнение молочных желез и вызывать просто чувствовать дискомфорта что зачастую и заставляет женщину обращаться к врачу киста имеет место такая патология да имеет есть такое есть понятие как солитарная киста это единичная киста и множественные кисты но если говорить просто это просто воздушный шарик до который имеет определенную стенку которым накапливается определенная жидкость когда мы говорим о кисти молочной железы то ее во первых можно прощупать руками если она достаточно большая небольшая молочная железа а кроме того этот диагноз прекрасно ставится при проведении ультразвукового исследования какова тактика женщине производится функция кисты либо непосредственно вслепую до врачом или же под контролем аппарат ультразвуковой диагностики когда жидкость просто удаляется из полости кисты и киста спадаться и потом женщина подлежит обязательному наблюдению дальнейшем потому что к сожалению кисты могут рецидивировать если кисты наполняются неоднократно то конечно же желательно прибегать к хирургическому методу лечения молочная железа только на первый взгляд имеет очень простое строение на самом деле это очень сложный орган а его строение функционирования наш следующий сюжет экзокринный орган который выделяет молоко в наружную среду допустим при беременности но и выделяет эндогенные гормоны первую очередь такие как эстроген и прогестерон эти гормоны попадая в кровь вызывают определенную функцию для поддержания всего организма женщины это не просто орган это очень сложный орган который состоит из терминальных протоков которые собираются в определенные трубочки и тремя протоками выходят в сосок есть еще структура долек которая состоит из мелких желез с эпителием также из которых потом может вырасти либо злокачественная либо доброкачественная опухоль также большой имеет значение сосок и орела которые везде окружены мышечной тканью гладкомышечной тканью которая придерживает эти железы для нормального строения для нормальной структуры и функционирования кроме того жировая ткань в молочной железе способствует стабилизации как бы стромы поддержки этих протоков и долек те которые функционируют молочную железу держит мышца грудная которая поддерживает и также стабилизирует для нормального функционирования ткани молочной железы откуда чаще всего начинается развитие рака рак или карцинома это опухоль из эпителиальной ткани поэтому каждый проток каждая долька высланная эпителиальными клетками и вот если хоть одна клетка эпителиальная начинает развиваться и дифференцироваться неправильно появляется диспластический процесс и затем развивается уже атипическая клетка опухолевая клетка куда чаще всего метастазируют опухоли молочной железы злокачественные опухоли молочной железы в первую очередь метастазируют потому что доброкачественные опухоли они не метастазируют но нужно внимательно относиться к доброкачественным опухолям потому что тоже может быть перерождение враг злокачественные опухоли молочной железы такие как инвазивные карциномы протоковые, дольковые, в первую очередь метастазируют в соседнюю молочную железу, в лимфатические узлы региональные, которые находятся в первую очередь в подмышечной области, в легкие, головной мозг и кости. Вот это три локализации, которые нужно опасаться при метастазировании ракомолочной железы. Передайте, пожалуйста, препарат. Макропрепарат ракомолочной железы, где мы видим сосок, ореолу и кожу. Посмотрите, вся кожа, как апельсиновая корка, сморщенная. Почему она сморщенная? Потому что сзади, за кожей, внутри опухолевый узел, достаточно большой, плотный, белесоватый такой. Он примыкает прямо к коже и стягивает кожу на себя. Внешний признак, первый для диагностики ракомолочной железы, это апельсиновая корка. Вот еще один макропрепарат совершенно другим ростом опухоли. Посмотрите, на коже, над соском виден узел, достаточно большой, экзофитный рост опухоли, который не только сверху растет, но и прорастает в глубину молочной железы, где на обратной стороне поддерживается с двух сторон, вот со всех сторон окружен жировой тканью. Самым грозным заболеванием молочной железы является рак. И сегодня мы, наверное, должны с вами, Елена Георгиевна, тоже уделить определенный фрагмент этой патологии и рассказать более подробно. Раку молочной железы нужно уделять внимание постоянно и всегда, потому что это достаточно грозное заболевание, и оно занимает лидирующие позиции в структуре злокачественного образования среди женского населения. Но я хочу сказать, что это достаточно благоприятная патология, в том плане, что она лечится. И если заболевание выявлено своевременно, то очень хороший прогноз в плане выздоровления и потом дальнейшей продолжительности жизни. Что приводит? К любому раку приводит это прежде всего нарушение образа жизни. Это вредные привычки, это курение, это неправильное питание, это отсутствие физических нагрузок. В данной ситуации мы не говорим о том, что, возможно, и генетическая подрасположенность к развитию рака молочной железы. А вот те патологии, о которых мы уже вспоминали, и мастопатия, и кисты, это тоже может при нелеченном, что ли, состоянии привести к раку? Да, когда женщине ставится диагноз мастопатия, или киста, или любая доброкачественная опухоль, там, фиброденома, очаговая мастопатия, они подлежат обязательному наблюдению, потому что есть такое понятие, как факультативный предрак, с которого обязательно возникает, может возникнуть рак, может нет, и облигатный предрак, который обязательно приводит к развитию злокачественного образования. Поэтому, если женщине поставлен диагноз мастопатия, то она должна наблюдаться с определенной периодичностью у врача-специалиста. Сегодня разработано очень много способов исследования состояния молочной железы, от самоконтроля до высокотехнологичной помощи. Об этом наш следующий сюжет. Расскажите, пожалуйста, об основных методах исследования молочных желез. Основными методами исследования молочных желез на сегодняшний день является маммография. Она является золотым стандартом в диагностике любых заболеваний молочных желез. В частности, это рак молочных желез, что выявляется в основном и предназначено для выявления основного заболевания. Вторым распространением и дополнительным источником информации по молочным железам является ультразвуковое исследование молочных желез. Оба метода могут использоваться для одного пациента вместе. Они взаимодополняющие, ни в коем случае не исключающие. Поэтому часто мы прибегаем после маммографии к исследованию молочных желез с помощью УЗИ. Маммография является лучевым методом исследования. Это не опасно для женщины? Да, совершенно верно. Это лучевой рентгеновский метод исследования. То есть, как обычная флюорография или рентгеновский снимок легких или костей. Опасности он в себе никакой не несет. За лето в Крыму находясь, девушки будут получать на солнце больше рентгеновского излучения, чем это получится за один сеанс маммографии. В подготовке никакой маммография не нуждается. Не нужно держать никакую диету, не задерживать дыхание. Единственным, что нужно, менструальный цикл должен подходить с первого по 14 день. Маммография производится в двух основных проекциях. Прямой и косой. Для этого используют специальные кассеты нужного формата в зависимости от размеров самой молочной железы. Кассеты помещаются в аппарат, устанавливается нужная высота и пациентка помещается ближе к аппарату. Молочная железа размещается на платформе. Далее производится компрессия нужной мощности, после чего производится сам снимок. То же самое происходит в другой проекции. В косой кладется молочная железа и происходит надавливание. У части женщин, конечно, возникают болевые синдромы. Чаще всего это связано с довольно активной железистой мастопатией. Но другого варианта нет. Маммография является золотым стандартом в диагностике молочных желез. На втором месте стоит УЗИ молочных желез. Это снимки одной девушки в четырех проекциях. Каждая железа снимается в двух проекциях. Косая, прямая. На данных снимках ничего серьезного не выявлено. Остаточно изменяет мастопатии. Такую женщину мы отправляем на профилактические осмотры раз в год. В данном случае больше данных за злокачественную опухоль. Здесь мы подозреваем рак. И в таких случаях, помимо УЗИ, будет назначена пункционная биопсия. Это будет либо тонкоигольная, либо трепан-биопсия толстой иглой для взятия кусочка материала для исследования. Это поможет до 98% случаев поставить правильный диагноз. Тематика заболеваний молочной железы очень объемная и не вмещается в рамки одной программы, ведь женское здоровье в отдельных случаях определяет здоровье нации в целом. Поэтому сегодня мы не ставим точку, а вместе со специалистами вернемся к этой теме ровно через неделю. Всего вам самого доброго и, пожалуйста, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова